Накануне в России прошел единый день голосования. Жители нашего региона выбирали депутатов сельских, районных, городских и областной дум. Работали 170 участковых комиссий, на которых ждали более 215 тысяч избирателей. Только что глава обл. избиркома озвучил итоги голосования. С нами на прямой связи мой коллега Александр Гришаков. Саш, насколько активно голосовали тюменцы? Добрый день, Анастасия. Буквально только что завершилась пресс-конференция с руководителем регионального избиркома. И уже можно озвучить некоторые результаты. Но, как было сказано в шутку, гораздо активнее на этих выборах был общественный контроль, нежели избиратели. В частности, работали больше 80 представителей от 20 СМИ, около сотни наблюдателей от кандидатов. И 83 наблюдателя выставила общественная палата. Если же говорить о явке по области, в среднем она составила около 20%. То есть, свои избирательные участки посетили 43 тысячи жителей Тюменской области. Это не та цифра, на которую рассчитывал избирком. И вот что по этому поводу прокомментировал Игорь Халин. Конечно, явкой мы недовольны. И недовольны, безусловно. Но, на наш взгляд, здесь сыграло роль несколько факторов. Начиная от погоды и заканчивая то, что тенденция все-таки такова. Город у нас, Сергей Валерьевич, никак не изменился. Как он был городом Тюменю, так и остался. Избиратели вряд ли поменялись тоже по своему качественному составу. Поэтому то, что вот эти цифры сопоставимы, это говорит о том, что... Конечно, это не очень хорошая тенденция, и работать есть над чем. Но это говорит о том, что результаты они где-то коррелируют, они где-то совпадают примерно. Поэтому нужно работать просто-напросто. Пытались работать, информировали, рассылали приглашения. Но, к сожалению, вот так вот явку получили такую. Теперь посмотрим результаты. Конечно, наибольший интерес вызывают выборы депутата Тюменской областной думы. Жители Калининского округа показали явку ниже средней областной. В целом она составила чуть больше 12%. Убедительную победу одержал Николай Руссу. За него проголосовали 6,5 тысяч избирателей или 45%. Он представитель Единой России. На втором месте Анатолий Княжев. Он набрал 26%. За него проголосовали почти 4 тысячи избирателей. Одинаковое количество голосов набрали Мурат Тулебаев и Максим Карпиков. За них проголосовали примерно по 12% избирателей. На втором месте по интересу были выборы в Илутровскую городскую думу. Традиционно жители сельских поселений показывают наибольшую явку. Здесь проголосовало порядка 30,5%. Все 20 депутатских мест будут заняты. 17 из них принадлежат депутатам-представителям Единой России. По одному представителю от Справедливой России, ЛДПР и Самовыдвиженце. Также были выборы в Тобольске. Тут убедительную победу одержала Татьяна Орлова. За нее проголосовали аж 60% избирателей. В целом же мы в Тюменской области выбирали депутатов на 190 мест. Поэтому все они состоялись. Если говорить о нарушениях, было всего порядка 28 жалоб. Практически все они разобраны. Протоколы по депутатам Тюменской областной думы подписаны. Сейчас в районах идут разбирательства. Никаких серьезных нарушений замечено не было. Анастасия. Спасибо, Саша. Об итогах голосования нам рассказал наш корреспондент Александр Гришаков.